В общем, поехали. Прошла короткая предпраздничная неделя. В суматохе покупок подарков мамам, бабушкам, женам, любовницам, коллегам Аллы Верды за 23-е. В принципе, для мирового сообщества довольно-таки грустная неделька. Команданты. Команданты покинул бренный мир. А в России наблюдала стабильность по всем фронтам. Год с начала президентства. Даже СКР не возбудился на этой неделе против Навального. Зато был найден дебошир, который летел рейсом в Москва-Хургадо. И где? В Белоруссии, в Гродном. Но там и до канадской границы, видимо, тоже недалеко. А у нас пятый выпуск Курары, и мы начинаем. А начало недели в Калуге ознаменовалось тем, что чиновников наконец-таки научат обращаться с электронным документооборотом. Для справки. Всемирная глобальная сеть интернет существует с 1969 года. Вот в веке 21-м калужские чиновники живут как в 69-м. Но лучше поздно, чем никогда. Поэтому успехов в учебе чаще жмите «Контр-С». Еще из области виртуального. Видимо, пока калужские чиновники в совершенстве не освоят пользование интернетом, калужским блогерам и гражданским журналистам запрещено появляться на заседаниях городской управы. Вот корреспондент газеты с тиражом в 500 экземпляров может писать про заседание, а калужский блогер с подписчиками в тысячу человек, предположим, нет. Но есть один выход. Блогеры, регистрируйтесь как в СМИ. И все. Никуда не денутся. Жгли на этой неделе автолюбители. Маме 15-летнего калужского юноша не давала покоя слава родителям 8-летней девочки на Ауди. Она решила исправить ситуацию, посадив своего сына за руль Логана. Хорошо, что все обошлось. Уж поверьте мне. Одно слово в адрес матери. На улице Жепухова досталась машинкам. Псих с топором разгромил несколько автомобилей. Столько злости в комментах под копиями этого видео Калуга не видела давно. В интернет-сообществе предполагали, что это либо директор соседней автостоянки, либо владельцы автосервиса по словке «Стекол», либо просто. Помимо крушения машин, калужане на этой неделе развлекались с съемкой видео на тему «Гарлен Шейк». Отгремела слава «Опа, как нам встать?» и вот новое бездумие. У меня только один вопрос. Зачем? Энергию девать некуда, но так сделали бы что-нибудь полезное. Хотя, чем бы дитя не тешилось, главное, что не мелкой моторикой. Также на этой неделе в калужском интернете появился социальный фотомульт «Подари семью». Креативно, с пользой и нет вопроса «Зачем?». А грядущим на этой неделе с точки зрения властей – Масленица. Начнется народная забава в этом году с потешного поезда. Потешаться будем всем городом, благо на это есть разрешение управления культурой. В общем, скоро к теще на блины. У меня на этом все. Свои комменты вы можете оставлять вот тут. Пожертвую не на трость со стразами, вот тут. С вами была Курара. Пока-пока. Берегите мозг и другие части тела. Субтитры подогнал «Симон»